Дорогие друзья, мы продолжаем нашу недельную главу Торы, которая называется Дворим. Вчера мы говорили о разведке. Это было во второй год после исхода из Египта, в 2449 году. Теперь Писание переносит нас в последний год, в 40-й год пустыни. И написано, что пришли из Эссен-Гивера в пустыню Цин, она же Кадеш, там умирает Мирьям, похоронена там. И потом мы идем к границе Маава. Не Маава, а Иссава. Сначала Иссава. Подошли к границе. Всевышний четко предупредил. Вы ныне проходите у границ братьев ваших сынов Эссава, живущих на Сирии, и они боятся будут вас, но вы очень остерегаетесь. Всевышний говорит, чтобы мы с ним не затевали никакой войны, потому что он нам даст от земли Эссава ни пяди. Потому что сынов Эссава отдал Эхгору Сир, пишет нам Ашэм. Хорошо. И если будете проходить через их землю, то за серебро покупайте у них пищу и воду. Равес Коксинберг в Лос-Вяной памяти. Он говорит, что если мы селимся, допустим, в какой-то гостинице, то не надо просто поселиться и ходить кушать в другое место. И не давать хозяину на вас заработать. Потому что хозяин и так, он уступает цены, чтобы у гостиницы люди селились, а там он то чай, то кофе, кто-то что-то купил, и так он зарабатывает денежки. Поэтому мы тоже должны поступать. Мы учим это из главы Торы. Мы смотрим, что мы проходим по территории Эссава. Казалось, мы можем пройти, и все пропусти нас как брат. По проложенной дороге, как мы говорим, пройдем. Но мы сказали, что тебе будет выгодно спустить, потому что мы будем и еду покупать у тебя за денежки, мы у тебя и воду, и все будем покупать. То есть ты на этом еще и заработаешь. Мы так говорим. Эссав, мы же знаем, что Ицхак благословил его мечом. И мечом твоим будешь жить, и брату твоим служить. Поэтому оружие у него сильнейшее. Он и сейчас в мире самый сильный. И европейская сарана самая сильная, и никто их не сломит. Потому что оружие очень сильное. И получается, что Эссав выходит нам на встречу с мечом, не пройдешь, и все, его не интересует, что мы у него будем покупать, пропускать нас не хочет. То, что он наш брат, тоже он это особо не слушает. Ну и получается, что и отступили мы от братьев наших, сыновой Сава, живущих на Сирии, от Пути Степнова, от Эйлата и от Этьон Гевера. Да, нам трудно это, конечно, понять, потому что, казалось бы, мы живем сейчас, находясь, мы находимся в озере Киер-Дан. Когда Маше это говорит. А то место, где мы находились, возле горы Гор, тоже не похоже, что это Степи Маава. Вот Маше умер там Степи Маава, зашел, там, пожалуй, тоже другое место. Но, и, казалось бы, мы еще не пришли в страну, а Эйлата это рядом уже идет, страной к нам. В общем, трудно, как это место определяется. Но факт тот, что так написано, и все. Точно мы не знаем. Потому что на сегодняшний день нам даже четко неизвестно, через какое море мы прошли. Потому что есть в Живой Торе мнение мудрецов, что это была Дельта Нила. И говорится, что тростниковое море. Ну, разве в море тростник растет? Тростник же растет в пресной воде. И есть мнение, что это какие-то соленые озера. То есть, есть разные мнения, через какую воду мы прошли. Поэтому нам тоже особо неизвестно это место, где мы находили Исаава. Сейчас он живет в Европе. Но тогда там жил. Здесь горы Исаава в Илате. Там он жил. Красные горы. Значит, Исаав нас не пропускает. Мы ничего для этого не делаем. Все, скалцы вышли. Написано, обходили мы гору Сир многие дни. Исаав, мы знаем, что он поселился на горе Сир, после того, как он уходит от Якова. Мы это знаем. И постепенно он на этой горе Сир разросся. Особенно его сынок Ирифас. То есть, если Исаав забирал чужих жен, и что хотел, то он делал, то его сын Ирифас пошел дальше. Он спит с женой Исаава Агалевамой. Рождает Караха. После этого он спит с женой Сирохари, местного царя. Рождается девочка. Зовут ее Темна. Он берет ее себе в наложницы, даже не в жены. И, естественно, от такой смеси отца с дочерью рождается Амалек, который убивает евреев. Не боится Бога, лишь бы навредить. Готов в кипяток броситься, чтобы его охладить своей жизнью. Так он хочет убивать. Вот. От таких связей, конечно. И, естественно, они там разрослись. И отобрали эту гору Сир. И знали, написано, они Хареев. Этот народ он-то и знали. Вот так вот. И поселились просто там. Потом написано, что мы прошли по пути в пустыне Моав. И сказал Всевышний, не воюй с Моавом, и не затевай с ним войны, ибо не дам я тебе от земли их не пяди, так как сынам Лота отдал я Ар во владение. То есть Лота тоже Всевышний сказал, трогать нельзя. Может заслуга за то, что он не предал Аврагама, когда он сказал в Египте, что это моя сестра, а не моя жена. Если бы Лот открыл этот план Аврагама, то может и не было Аврагама в живых. То есть видно, это заслуга, что он промолчал, ничего не рассказал, не предал его, то заслужил более долгое существование эти народы Моав и Омон, пока они сами не заслужили, что Всевышний сказал, что они не выйдут в собрание Бога. Так, написано, что Эймим жили прежде там народ великий, многочисленный и высокий, как великаны. Арифаим тоже считали с великанами, это тоже там жили они, а Моаведяне называют их Эмим. Значит, где мы знаем, где Всевышний эти народы уничтожил? для того, что, когда, с дома Мора, Адма, своими цар, они служили царю к Дарлаамеру, и они служили 12 лет, 13 год, возмутились, а в 14-й город пришел к Дарлаамер и цари, что с ним, и уничтожили Рифаим Баштарот Корнаими, Зимгами, Эмим Шавекириатаями, и так далее, Хареев Насиире, и Тагарейх Дейпрана, а потом Павернули в Энмешпад, он же Кадеш, и поразили Амалека, а также Эмараев, Жиших, Ассоцион Тамаре. То есть, он их уничтожил иди народы. Шесть народов по дороге к Сдому он уничтожил. И среди них он тогда и уничтожил Эмим, и Рифаим уничтожил, только Ох уцелел один всех, и Рифаим. То есть, он их всех перебил тогда, Гдарлоамер, и цари, что с ним. И теперь там живут сыны Лота. Потом опять повторяется, что Насиире жили Хареи, но сыны Исаава их прогнали и овладели их страной. Потом написано, что мы переправились через поток Зеры, а время того, как мы шли от Кадеш-Барна, это место пустыни Апаран или Ритм, как называется, откуда мы в разведку пошли, до того, как переправились через поток Зеры 38 лет. То есть, в разведку мы пошли во втором году, 29-го Сивана, потом 38 лет надо прибавить. В общем, мы находимся в 40-м году здесь, вот так вот, такое место, не очень тоже понятное. и написано, что 38 лет прошло, пока не кончились все поколения воинов из Сыридистана. То есть, место сложнейшее. Если учесть, ну, написано, что все воины умерли, около там, 600 тысяч человек, то все поколение это умерло. Так Тора пишет, много раз повторяет, что все умерли. Кроме Калева, сына Эйфона, и Егоша, сына Нуна. И мы знаем, как это происходило. Каждый день, 9-ая Ава, ночь на 9-ая Ава, люди, которому исполнялось 60 лет, ложились в могилы и там умирали. И так были эти все годы, 38 лет. Когда наступил последний год в пустыне, должны были последний умереть и среди воинов. Написано, что легли в могилы, Медраж пишет, живые. Думают, ну, легли на следующую ночь, опять живые. И так ложились неделю. Потом усмотрят уже 15-е число месяца Ав. И поняли, что Всевышний нас пожалел, и он последних воинов простил. И мы это знаем хорошо, нашей традиции это известно. Хотя, очень нам трудно это понять, потому что Всевышний нам пишет, что не осталось никого. Мы говорим, все воины Стана, кроме Калева, сына Ифуна, и Гоша, сына Нуна. Есть места, которые нам очень тяжело понять. После этого написано, что ты проходишь ныне у границ Маава, около Ара, и написано, что теперь сыны Амона. Сынам Амона, так же, как и сынам Маава, это потомки Лота, не враждуй с ними и не задевай, не задевай их, ибо не дам я тебе от их земли ни пяди. Так как сынам Лота отдал я эту землю во владение. Страной Рефаим считается и она, тоже эти великаны Рефаим, которых уничтожил Дарламерта, тоже была. Амонитяне называют их Замзумим, народ великий, многочисленный и высокий, как великаны, истребил их в Ашем, уничтожил их, и они владели ими и поселились вместо них. То есть сыны Амона живут тоже на месте Рефаим, которых называют они Замзумим, тоже великий народ, великаны, никто не может победить, потому что Всевышний говорит, я для вас, намка нам говорит, я для вас уничтожил Имареев, которые были как кедры высоченные, вы могли с ними ничего сделать, я для вас все сделал, вы себя так ведете, нам он наварил Ашем, мы же ведем, как дети с папой, хотим все ведем, плохо, не слушаемся, но когда уже переходят все границы наше поведение, конечно, наступают тяжелые дни, но обычно нас папа всегда прощает, действительно, если мы проверим, сейчас придем по всей Торе, кроме ситуации, когда говорили, есть ли Бог среди нас или нет, в Рефидиме, когда пришел Амалек и реально нас убивал, больше ни один народ, ни одного еврея не убил в пустыне, никогда, и даже тех люди, которые с других народов присоединились, ни один не погиб, один раз удалось Амалеку захватить рабыню, это мы знаем, это после смерти Агарона, одну рабыню, то, что ему удалось захватить пленных, все, что удалось, сами мы себя, да, сами мы себя, конечно, убивали, мор был за наше поведение, всякое было, и змеи, и что угодно, но другие народы нет, Всевышний нас так не отдал, никому, все, а на сегодня наш урок заканчивается, урок был дан за поднятие тоже Яков бен Ахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка Бат Йосин, Мир Абат Аврагам, Роза Бат Михаэль, Самуил бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Надежда бен Йосин, Зароя Светана Бат Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бен Римков, Полина перд бен Сони Сура, Лена бен Клара, Женя бен Ида, Анна бен Елена, Евгений бен Софья, Дворра бен Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бен Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бен Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бен Ита, Фира бен Анна, Евгений бен Елена, Леор бен Клара, Вадим бен Татьяна, Юлия бад Белла, Мазл, Парнаса Сгула, Ирина бад Ури, Арон Ария Бунри, Загрошадух Арон Ария бен Двойра, Денис бен Нахом, Авигаль бацара, Парнаса и Бриют, Владимир бен Рая, Марина бад Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Делитесь этим видео с друзьями, Если надо что-то имя упомянуть, Пожалуйста, Пишите, Мы будем говорить в конце урока, Многим людям это помогает, Не знаю, Всевышний видит, Что мы читаем Тору, Значит, Люди говорят спасибо, Не знаю, Значит, Это работает, Все, До следующих встреч, Надеюсь, Она состоится Завтра В 15.30 Шалом